Для некоторых из них свою квартиру-то покинуть проблема не то, что выйти на старт состязаний. Официально называют эти соревнования сабантуем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но многие его участники морщатся от таких слов и своими поступками из года в год доказывают неточность, выбранной чиновниками-организаторами формулировки. Забывая про свои диагнозы, и в компании таких же атлетов, как и они, показывают неограниченные возможности в спорте. Эти двое принципиальных соперников на протяжении всего дня сойдутся еще не раз, будут преследовать друг друга на всех состязаниях. Необычный праздник, или как его еще называют, пара сабантуй, предварял главные городские гуляния. В субботу, за день до торжеств на Майдане, на небольшом пятачке у ипподрома раскинули шатры для особых гостей, потерявших частичку здоровья, но ставших только сильнее духом. Челнинский сабантуй в таком формате организаторы называют уникальным. Они отмечают, что в нашем городе без того в течение года проводятся состязания по восьми видам спорта на Кубок Мэра, именно среди инвалидов. Ну а в этот субботний день челнинцы с ограниченными возможностями здоровья могли посоревноваться еще в 12 дисциплинах. Основным, конечно, является эта борьба, армспорт, гиревой спорт и, конечно же, виды народных состязаний. Бой горшка, срезание призов, бег с коромыслом, бег с яйцом с ложкой, бой мешками на буме. А также целые поля для интеллектуальных битв и отдельные для маленьких гостей. Ну а главный приз скромно в сторонке дожидался могучих плеч главного батыра. Философские вопросы для барана. Что лучше стоять на привязи или смело встретить свою участь, быть героически съеденным батырами? Отчаяния не занимать и участникам этого сабантуя. Вопреки запретам врачей, они предпочитают с риском для здоровья доказывать себе и окружающим, что в спорте еще способны на многое. Одна из таких Мария Урсегова. Начинала заниматься армспортом в напережных челнах, а 10 лет назад приехала в Менделеевск. Двукратная чемпионка Европы среди инвалидов, десятикратная России, шестнадцатикратная по Татарстану. Занимается 18 лет и на соревнованиях стала узнаваемой, и тягаться с ней мало кто вызывается, несмотря на перенесенный ею микроинсульт. Врач мой вот, она как мне сказала, я еще и штангу поднимала в свое время, чемпионка Татарстана по ауэрлифтингу была. Мне сказали, штангой вообще не заниматься, а армлифтингом заниматься можно. Я как бы особо больших усилий не прилагаю, у меня сила природная, у меня дядька занимался национальной борьбой в свое время, такой вот, видимо, его дар передался мне. В набережных Челнах более 30 тысяч инвалидов и почти две тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые довольствуются участием в играх Парасабантуя, а другие готовы испытать себя и на главном городском, в общем зачете. Показать, что недуг для жаждущих проявить себя не помеха. Евгений Браинтов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережная Челны.